выхожу поздно специально чтобы поменьше было народу и поменьше вопросов я хочу продолжить свою рубрику читать книжки потому что мне это помогает их сейчас переписать я решила сейчас все книжки которые у меня были коротенькие особенно в виде чек-листов каких-то почитать порассказывать подополнять приводить какие-то примеры для того чтобы потом пересмотреть аудюшки эти все видюшки переписать и переиздать эти книжки хочется короче все переделать все что у меня есть вот поэтому я как бы для себя буду это читать для себя рассказывать если вы будете присутствовать при рождении до новой переработанной книжки будет круто просто включить эфир у меня почему-то не получается просто взять включить эфир ой не эфира просто видео до перечитывать само собой вот пробовала сейчас книжку так понаговаривать да вообще не идет инфа когда в эфир захожу знаю что меня смотрят что надо стараться вот и тогда у меня нормально получается поэтому короче сегодня я буду читать книжку топ-13 почему наше желание не исполняется но книжка ее вообще сложно назвать потому что тут всего лишь 19 пунктов по одному предложению 19 страниц одна страничка это одно предложение вот 19 пунктов почему наше желание не исполняется и перечень шаблонов мышления почему они не исполняются вот я сейчас хочу это все начитать сделать комментарии добавить каких-то примеров если вы еще будете подсказывать наводящими вопросами что туда буду объяснять то книжка переработается в более интересную новую благодаря вам тоже итак поехали 4 человека круто вот вообще самое то больше не надо то есть стесняюсь и так топ-13 почему наши желания не исполняются я уже начало переделываю тут написано почему ваше желание почему ваши наши вот уже название даже менять надо так дальше мне идет описание себе дурацкое буду переписывать как я такое вообще могла написать раньше дальше следующее да всем привет первое наше желание опять ваши уже исполнены вы просто не догадываетесь об этом здесь нужно добавить прокомментировать все это конец первого пункта здесь надо расшифровать что же я все таки имею ввиду потому что не всем понятно почему наши желания уже исполнены да но мы об этом не догадываемся так на всех эфирах уже одно и тоже мы это обговаривали надо же в книжку вставить сейчас подумаю они у нас исполнены да в нашем мире уже все есть просто наш фокус внимания обычно всегда на том чего нет и мы не замечаем то чего уже есть это первый момент второе нам не выгодно чтобы эти желания в данный момент присутствовали в нашей жизни потому что за ними это уже будет следующих пунктах тут тоже добавлю потому что за ними стоят страхи потому что если что-то исполнится мы это увидим то возможно противоречивое желание из-за чего мы хотели чтобы она не исполнялась тоже исполнится и мы будем там страдать или мы не готовы к тому чтобы это исполнилось а здесь нужно нам принять тот факт что весь мир вокруг нас это продукт уже нашего желания вот все что мы вокруг видим себя это есть наше желание мы с вами творцы творим свою реальность только своим желанием нашим выбором и выбор ему тоже делаем не под гнётом из-под палки да а мы сами делаем выбор в жизни каждый шаг, каждый новый шаг, мы делаем какой-то выбор и какое-то действие в сторону этого выбора. И раз мы сделали это действие, раз мы выбрали какой-то выбор из чего-то делать, не делать, сказать, не сказать, пойти куда-то, не пойти, мы же своим желанием выбираем этот выбор. Поэтому что-то мне не нравится в этом объяснении. Я сейчас ещё раз перечитаю. Сейчас я читаю книжку, кто присоединился. Топ-13, почему наше желание не исполняется. Читаю это для себя, для того, чтобы переработать все эти книжки-малышки на более понятный язык с объяснениями, с примерами. И вот на первом пункте я сама подвисла. Сама подвисла, потому что я даже не помню, что я пыталась здесь сказать. Читаю ещё раз первый пункт. Ваши желания уже исполнены, вы просто не догадываетесь об этом. Пару моментов я сейчас сказала. Сейчас ещё у меня такой новый момент приходит. Возможно, ваш мужчина, о котором вы мечтаете, он уже есть. Но просто вы на него не обращаете внимания, потому что заняты какими-то другими вашими вопросами. Ваш фокус внимания лежит, а вы вот рядом не видите свою судьбу, мимо проходите, как в параллельной реальности. Как только мы признаем факт того, что я не знаю как, неинтересно понаблюдать, это уже исполнено. Как только мы вообще подумали о чём-то, это уже, по идее, должно исполниться. Но мы этого не видим, потому что у нас есть какие-то препятствия в мышлении. Этого не видеть. Например, вы смотрите на стену, на которой есть картина. Но вы эту картину не видите, потому что перед ней стоит цветок. Нам надо убрать, что мешает нам увидеть эту картину, передвинуть цветок в данном случае. И тогда мы будем с вами лицезреть эту картину. Но мы пока не видим, потому что у нас есть мешающие какие-то убеждения. Наверное, я об этом пыталась сказать в первом пункте. Так, давайте, значит, признавать в первом пункте о том, что да, моё желание уже исполнено, если я этого хочу. Теперь нужно сделать определённые какие-то шаги, чтобы убрать все препятствия, которые мешают мне это желание увидеть. Ведь в нашем мире есть всё, кроме самого отсутствия. Наверное, на этом пункте можно заканчивать, потому что я не знаю, что ещё здесь добавить. признать факт того, что я не знаю, как я увижу сейчас это желание. Оно есть. Дать своему мозгу сигнал, убеждение, фокус внимания, установку, как по-другому ещё можно сказать. Дать ему шанс на то, чтобы он поверил, что это желание уже есть. Просто есть какие-то препятствия, есть какие-то ограничения, поэтому мы не видим реализованность своего желания. Ограничение, конечно же, в уме. Мы сами себя останавливаем, не веря в это желание, либо отговаривая себя от этого желания, потому что мы можем отговаривать себя либо из каких-то страхов. Если вы слушали мою предыдущую книжку «Как работать со страхом и проблемными желаниями», я там много об этом говорила, что мы подсознательно боимся исполнения желаний из-за того, что там есть какие-то последствия, с которыми мы пока не разобрались, которые мы боимся. Например, я хочу мужчину, а у меня его нет. Почему у меня нет? Потому что я боюсь взять ответственность за себя и за него, за нашу семью, работать над отношениями, смотреть на него как в зеркало, принимать его таким, какой он есть. Я хочу свободы. Я не разобралась, что такое свобода. Я ещё не решила, почему я могу быть такой же свободной, но в отношениях. Как можно быть свободной одновременно и быть в отношениях. Я это для себя ещё не решила, я пока не понимаю, как это. Поэтому мне страшно. Я думаю, что я буду несвободной, что у меня, как это сказать, что у меня гряжут батареи, да, и я буду там у батареи сидеть, то есть страхи есть, почему я не могу найти новую работу, опять же, страхи, а вдруг я недостаточно буду хороша, ведь на своей старой работе я уже тут все шаги проработала, я уже знаю, что зачем идёт, всё на понакатанное идёт, всё уже понятно, да, вот, а новую работу я боюсь, потому что там же тоже нужно что-то делать, изучать новое, делать какие-то новые шаги, я не уверен в себе, недостаточно опыта и так далее, то есть мы себя постоянно каким-то образом останавливаем своими страхами, пока мы не разберёмся с этими страхами, да, когда желание исполнится, надо подумать, что такого страшного случится, с чем мне придётся сталкиваться, вот пока мы это не выпишем и не разберём, мы будем это желание оттягивать. Но главный первый пункт, почему он у меня ещё первый, такая мысль пришла, блин, писала очень давно книжку, и так сложно с собой понять, почему. Ещё раз первый пункт, ваши желания уже исполнены, просто мы не догадываемся об этом, нам нужно дать установку своему мозгу, что всё, что я хочу, оно реально, всё, что я хочу, оно уже есть, просто я этого не вижу, и я блокирую себе это увидеть, реализовать своим мышлением. Как только вы это проговорили для себя, вам становится вот как-то вот прям спокойно от того, что оно есть. Надо бороться теперь не за своё желание, чтобы его исполнить, оно уже исполнено, а переключить фокус внимания, убрать то, что мешает это увидеть. Это уже легче, согласитесь. Сложно пытаться исполнять своё желание, борясь со своими страхами. А когда мы уже знаем, что оно исполнено, это надо просто как аксиому взять для себя, да. Нам уже легче разобраться с тем, что мешает его увидеть. Но мы должны точно знать, что оно уже есть. Если оно есть, всё круто. Ведь и деньги есть, просто мы должны руку протянуть, что-то для этого сделать, убрать всё, что мешает увидеть эти деньги. И работа для нас тоже есть. Просто нам мешает наш стопор, который в башке сидит, и мы не действуем в сторону этой работы. Нам мешает, в принципе, и здоровым быть только наше убеждение, да, что мы болеем, потому что нас кто-то заразил, или кто-то там что-то нам передал, если это какие-то вирусные вещи, либо это судьба такая, либо нас просквозило. Но когда мы понимаем, что мы здоровы, и так, и болезненные сигналы тела — это здоровые сигналы тела. Когда мы понимаем, что любой сигнал тела просто говорит нам о том, что мы где-то тормозим себя, мы не заботимся о себе, едем всякую химию, которая нас убивает, а это действительно так. Пока мы не займёмся своим здоровьем, профилактикой, конечно, мы будем вылезть. В общем, наше желание мы должны взять как за аксиому. Если мы о них подумали, пожелали, они уже исполнены. Просто нужно разобраться, почему мы их не наблюдаем, да, почему мы их не ощущаем. Дальше, следующий пункт. Наши желания могут быть ещё не исполнены, потому что у нас нет желания их исполнять. И частично я уже про этот второй пункт сейчас тоже сказала. У нас нет желания их исполнять на самом деле, потому что за исполненным этим желанием стоит куча всего того, противоречивое наше желание, что мы не хотим видеть в своей жизни. Ну, например, кто-то хочет машину, при этом боится водить. У него куча страхов, куда я буду ставить машину. Будет постоянно трястись за эту машину. Это будет постоянно стресс, как её там ремонтировать, особенно это про девочек. У мальчиков, конечно, таких страхов наверняка нет вообще. Но у девочек таких страхов куча. А что я буду делать, если там колесо спустится? А что вот это? А что вот это? У нас на самом деле нет желания иметь эту машину, потому что у нас масса причин, для чего я хочу, чтобы она не исполнилась. У нас нет желания исполнять это желание. Нет желания исполнять это желание. Вот так. И это действительно так. Как только мы разбираемся с последствиями, здесь о последствиях речь, тогда наше желание может исполниться. Это в первом случае. Во втором случае, когда мы разбираемся с последствиями, мы понимаем, что на самом деле это было желание навязанное. И нам совершенно оно и не нужно, по сути. Следующий пункт. Третий. Почему наши желания не исполняются? Нам нравится чувство, которое вызывается мечтаниями об этом. Мы зависли, многие из нас, в состоянии предвкушения. Это состояние предвкушения, но клёвое. Многим нравится это состояние. И мы, даже не осознавая это, оттягиваем постоянно это желание, потому что нам хочется сам процесс наблюдать, мечтать, находиться в розовых очках, в каких-то иллюзиях. При этом мы, естественно, ничего не делаем. А если мы ничего не делаем, то откуда у нас вообще будет что-то? То есть кому-то нравится, и это даже у меня такое часто бывает, именно мечтание об этом желании. Человек живёт, допустим, с тремя детьми, с пятью, с мужем, с бабушкой, с дедушкой в одной большой квартире. И вот, вот. А я бы сейчас поехал бы куда-нибудь там в Арабские Эмираты. Я такое слышала не раз. И жил бы там, как шейх, там ещё что-то. При этом человек не хочет абсолютно, чтобы это желание сбывалось. Когда эту возможность предоставили этому человеку поехать в Арабские Эмираты, он сказал, вы что, больные что ли? У меня дети, у меня семья, у меня работа. Нафига мне эти Арабские Эмираты? И тут в Рашке хорошо. Человеку просто нравится мечтать, и всё. Бывает и такое. Четвёртый пункт. Нам нравится сам процесс похода за желаниями, и он нас двигает и мотивирует. То есть мы чего-то захотели, но не для того, чтобы это желание быстренько достичь, а нам нравится сам процесс. Многим нравится сам процесс вот этот творческий, как мы там делаем план, пошагово этот план реализуем, каким-то творчеством занимаемся, расширяемся, идём на какие-то там курсы, читаем много информации. То есть нравится именно поход за этим желанием, а вот не конечная цель. Так же, как и у жизни. У жизни конечная цель — это умереть. Но мы же не хотим умирать с вами, да? Нам нравится поход к смерти, вот этот процесс, процесс жизни. Вот так же и с желаниями. Кто-то мечтает только для того, чтобы развиваться, да, вот и кайфовать в этом процессе. Поэтому, в принципе, это нормально, что желание может не сбываться. Вы просто наслаждаетесь этим процессом, расширяетесь, кайфуете. В процессе вот этого наслаждения у вас приходят какие-то новые желания, вы уже сворачиваете на другую дорожку, понимаете, что вам это желание тоже не нужно. Вы просто себя так мотивировали, двигались, потому что нам нужна энергия с вами для жизни. Чтобы желания исполнялись, тоже нужна энергия. Где её брать? Как раз-таки в движении, в переменах, в познании нового. Желать и идти к этим целям. Поэтому не нужно судорожно страдать от того, что ваше желание не сбывается. Вы в процессе этого желания, как маячок, да, просто кайфуете, понимаете, куда двигаться. И на этом этапе четвёртом, да, можно просто быть спокойным. Но если оно не исполняется, ну и хорошо. Значит, мне не само желание нужно, а процесс. И в этом и есть ваше желание, да, наслаждаться процессом. Процессом движения, познания, расширения и так далее. Так, пятый пункт. Плавный перетекающий с четвёртого почти одно и то же. У нас нет интереса заканчивать эту игру и досмотреть эту киношку, чтобы получить результат. Ну, как бы логично, логично. Пятый пункт и четвёртый. Я так развязала, что уже получилось одно и то же. По идее, четвёртый пункт. Нам нравится сам процесс похода за желанием, и он нас двигает. И у нас нет интереса заканчивать эту игру, досмотреть эту киношку, чтобы получить результат. Вроде как смысл разный, но что-то я его слила в одно. Пойдёт. Давайте к следующему, к шестому пункту. Нам нужны чувства. Это очень важный пункт. Нам нужны чувства, которые стоят за желанием, а не само желание. Но мы об этом забываем. Вот здесь вот почти все эфиры на эту тему у меня. Можно об этом пункте просто часами говорить. Мы мир творим с вами чувствами. Чувства рисуют какие-то, чтобы их познать, мы рисуем в голове какие-то образы, какие-то картинки, букеты этих чувств. Складываем их и материализуем в какие-то понятные эти чувства, объекты. Чтобы познать, кто мы, из каких чувств мы состоим, мы этот мир и творим, чтобы его щупать своими органами чувств и понимать, что мы испытываем. То есть внешний мир нам помогает чувствовать. Но этот внешний мир, этими чувствами мы же его и сотворили. Так вот, мы для себя рисуем какие-то образы желаний, понятные мозгу, чтобы испытывать эти чувства. Мы не машину хотим, мы хотим движухи, мы хотим драйва, мы хотим свободы, мы хотим вот этого движения, лёгкости, передвижения. Сел и поехал. У кого-то чувство гордости, да, посмотрите, чего я добился, даже для себя, да. Я молодец. И я добился, я купил классную тачку. Я там реализовался. Мы хотим чувствовать там, всё что угодно. Тут в этой машине, на самом деле, очень много чувств заложено. И мы хотим не саму машину, да, а вот эти чувства испытывать. Потому что сама железяка, сама по себе, да, она ничего нам не даёт. Ну, понятно, тело возить, физическая железяка возит физическое тело. Понятно. Но всё мы это делаем ради чувств. Вот. И здесь такой момент я бы добавила. Если вы с двух сторон его обойду, с одной стороны и с другой, если вы хотите, чтобы ваше желание исполнялось, вы должны понять, да, что за этим желанием стоит, какие чувства, и понять, что эти чувства не обязательно мы можем получить через эти желания. Мы эти чувства можем реализовать через что угодно, если включить наш мозг и попробовать почувствовать эти желания, эти чувства, то эти желания, которые у нас мозг нарисовал, да, могут исполниться. Потому что мы творим эти желания вовне своими чувствами. И если мы эти чувства себе дадим, испытаем всё, что заложено, допустим, всё, что стоит за машиной или за цветами, или за одеждой, или там за новыми курсами какими-то, или ещё что-то. Если мы себе эти чувства дадим изначально без вот этого исполненного желания каким-то другим способом получим, то проживая эти чувства, мы реализуем и наше желание. Это с одной стороны. С другой стороны, вы снимете избыточный потенциал с желания и чувства ожидания, потому что вы эти чувства уже и так будете испытывать. Если попробуете эти чувства выписав, попробуете прожить с чем-то другим, то вы перестанете желать вот это желание, потому что вы и так уже чувствуете всё, что хотели чувствовать. И это желание самым интересным способом само собой возьмёт и случится. А может и не случится, вам всё равно будет, потому что вы уберёте вот эту важность вашего желания, так как те чувства, которые за ним стоят, вы и так себе дадите. Если вы понимаете вот этот механизм, то вы можете легко исполнять свои желания, если не зацикливаться на объекте, а зацикливаться, даже не зацикливаться, обратить фокус внимания на чувства. Чувства творят объекты в материальном мире вашем. Если вы их не проживаете, эти чувства, не даёте им проживать, копите их в себе, замалчиваете эти чувства, не признаёте себе в этих чувствах. Нету плохих чувств, нет хороших чувств, они все нейтральны, эти чувства. Если вы разрешаете всем быть, проявляться в этих чувствах, как вы хотите, то и ваши желания будут проявляться так же легко. Если вы не разрешаете себе признаваться в каких-то чувствах, то вы и желания не можете свои реализовать. Многие, например, хотят через машину чувствовать офигенным себя, но признаться в этом очень стыдно. Вы хотите чувствовать чувство превосходства или доказать кому-то, например, своим родителям, что вы смогли, вас всё время гнобили, родители говорили, «Ой, куда ты там пошёл, донесу туда нос, иди на работу, вот как мне, иди на работу, устройся, получай маленькую наступильную зарплату, зачем тебе открывать бизнес, это всё сложно и так далее, у тебя не получится». Вот то, что у меня не получится, я это слышала всё время. И это было для меня самым большим мотиватором пойти и доказать, всё доказать. Вот пока я не поняла это чувство, что я хочу всем всё доказать, у меня всё было хреновенько, но потом я призналась, что да, я хочу всем всё доказать, доказать и себе, что я могу, и доказать другим, и ткнуть их носом, что я могу. И тогда, конечно, я начинала делать определённые действия, чтобы чувствовать, что, блин, посмотрите, как я вам всё это доказываю. Я разрешила себе это. Мои желания очень легко начали исполняться, я всем всё доказала и поняла, что доказывать на самом деле никому ничего не нужно. Я это чувство прожила, поняла, что, блин, мне и без доказательств там очень классно. Вот, но до этого я даже боялась признаться, что мне нужно всё доказывать. Призналась, прочувствовала, доказала, добилась, желания исполнила, всё хорошо. Но пока я это отрицала, либо я, например, хочу чувство превосходства иметь над другими. Да посмотрите, какая я крутая, я там книжки пишу, а вы там никто. Вообще ниже плинтуса всё сидите, а я вот такая вообще классная. И у меня это мотивирует. Если я себе это признала, то, конечно, я в этом чувстве больше не нуждаюсь. Мне уже не нужно вот это чувство превосходства. Мне и так хорошо. Но это чувство, которому я разрешила быть, оно мне помогло взять и писать книжки. Какие ещё примеры здесь можно вам привести? Вообще никто даже комментарий не пишет. Я-то думала, буду отвечать ещё на вопросы, и мне будет легче. Ну ладно, пойдёт и так. Ещё раз, шестой пункт. Он очень важный. Нам нужны чувства, которые стоят за желаниями, а не сами желания. И мы об этом забываем. То есть самое главное это понимать, что стоит за желаниями, какие чувства, что мы хотим. И, как правило, за любым желанием, прям как за любым, вот совершенно, даже самым маленьким, есть такие букеты чувств, в которых нам стыдно не то, что другим признаться, но и себе. Очень много эгоистичных чувств, очень много. И таких ещё мерзких, как мы считаем. На самом деле, они не плохие, не хорошие эти все чувства. Мы должны всем чувствам разрешить прожиться в нашем теле и в нашей голове. Да, я хочу доказать. Признайтесь? Ну окей. Я хочу доказать. А для чего я хочу доказать? Можно себе стопочку вопросов задавать. А для чего? Ну, для того, чтобы меня считали... Вот для чего я хотела родителям доказать, что у меня всё получится. Чтобы меня считали умной и хорошей, и правильной, и я молодец. Я хочу чувствовать себя, что я молодец. А почему? Да? Потому что, первое, я внутри себя не чувствую, что я молодец. Потому что я не чувствую, что я хорошая. Потому что я не чувствую, что я умная. Потому что я не чувствую, что я хорошая. А здесь и есть ключ. Я не чувствую. А для желания нужно прочувствовать чувства. Мне надо найти кучу способов прочувствовать, почему я умная, почему я хорошая, почему я там молодец. Для этого мой фокус внимания каждый день на благодарности, на замечания у себя каких-то вещей, которые я делаю, и благодарить их. Например, я сегодня фитнес-тренировку провела, я молодец, я реально молодец. Я сегодня сделала прогулку, полчаса прогулялась, я молодец. Я сегодня вышла в эфир, я молодец. Если мы будем замечать в течение дня, почему я молодец, мы эти чувства начинаем проживать. И уже доказывать, что я молодец кому-то, нет смысла, потому что я эти чувства проживаю. А когда мы кому-то доказываем, значит, мы внутри себя, сами к себе, не чувствуем, что мы такие молодцы. То есть, понимаете, если мы начинаем копать, что стоит за желаниями, какие там чувства, разрешаем их прожить себе, понимаем, для чего они нам нужны, разрешаем этим чувствам быть. То нам уже пофиг на эти желания. И убрав этот потенциал избыточный, вот этот фокус внимания, фокусировку на самом желании, то есть мы переключились желания на чувства, наше желание каким-то образом сумасшедшим, непонятным. Оно просто берёт и исполняется. Вот клубок как-то разматывается, и всё как-то пазлы складываются, и ты случайно видишь, всё у тебя уже есть и то, и то, и то. Всё сбылось. Убрать важность. Очень много книжек об этом пишут, Зеланд очень много писал, да, про маятники, про избыточный потенциал и про важность. И мне всегда было непонятно, как убрать эту важность. Ну вот как её убрать с желания? Ну я хочу же, вот и всё, и капец. Но если ты понимаешь, что за этим желанием это просто ум нарисовал красивую такую обёртку из твоих букетов чувств, которые ты хочешь испытывать, которые ты хочешь получить, просто какой-то образ ум нарисовал, да, чтобы, опираясь на этот образ, мы могли вытащить чувства, которые нам не хватает. Если вы это понимаете, то вы раз, хоп, своё внимание с желания конечного, да, переключили на то, что за ним стоит на самом деле. И понимаете, что себе сейчас в данный момент не хватает. И как можно эти чувства себе дать? Как я могу увидеть, что я молодец? Как я могу увидеть, что я крута? Как я могу доказать всем, что я полезна этому миру? Здесь уже совершенно другие вопросы уже. Не как достичь это желание, какие действия делать, а как достичь тех чувств, которые хочу испытывать. Переключив фокус внимания, вы уже близко-близко к своему желанию, получается. Потому что вы уже выходите на ту дорожку, да, которая к вашим желаниям и приведёт, уже близко к себе, а не бороться с этим желанием, пытаться его какими-то внешними путями достичь. Внешние пути, они на самом деле очень долгие, бесполезные. И всё это мы делаем только для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Чувствовать себя счастливым, чтобы было счастье, чтобы была радость, чтобы была любовь. То есть у нас все желания на самом деле ради одного – кайфовать, наслаждаться. Ну и чувствовать что-то. Потому что без чувств нафига нам машина, если мы ничего не почувствуем. Зачем нам машина, если она вообще по боку будет, если мы никаких чувств не будем от неё испытывать, но она нафиг не нужна. То есть за любым желанием стать чувством. Если вы это глубоко сейчас поймёте, будет очень круто. Так, седьмой пункт. Книжка топ-13 «Почему желание не исполняется?» Седьмой пункт. Топ-7. Я точно знаю, что для этого надо делать. Заранее отрезав все пути к исполнению желания, оставив только один вариант. То же самое. Постоянно мы говорим с вами об одном и том же. Что я творец только тогда, когда иду в новое, когда познаю новую информацию, когда делаю новые действия. В новом я не могу ничего знать, потому что я это ещё не знаю, не попробовала. Новое оно и есть новое. Это то, что ещё не прожито. Нет опыта в этом. И я не творец. То есть я не могу творить, исполнять свои желания, если я уже что-то знаю. Например, мы с вами написали цель «Я хочу машину». И начинаем умом писать список, план действий. Что для этого мне нужно сделать цель. Поставить дедлайн. К этому дедлайну добавить шаги. И наш ум начинает просчитывать пути. Отсекая все варианты, только варианты умом оставляем. И пытаемся этому следовать. Как все коучи по бизнесу, да, они нас учат ставить цели, целеполагания, делать, как их там называют, эти воронки. Делать, забыла, как эти новомодные слова называются. Чтобы было ставить ограничения по времени. Но наш ум опирается на что? На старый опыт, на старые знания. Если бы наш старый опыт и наши старые знания могли бы реализовать эту машину, она бы уже была. Но наш ум пока не смог это реализовать. И, естественно, то, что мы сейчас пытаемся умом прописать эту дорожку, она тоже ведёт в никуда. Либо это будет путь никуда, либо это будет очень долгий вариант. Длиной я не знаю во сколько. И мы перетащим, если добьёмся своего желания, перетащим всю энергию из будущего других желаний наших в эту машину, которая, по сути, нам не нужна, потому что 6 пунктов до этого мы даже не прошли. Мы не поняли, для чего нам эта машина, какие чувства за ней стоят. И, возможно, это навязанное вообще желание. А мы ещё тоже с этим не разобрались. То есть мы пытаемся, как все бизнесмены, вот этот путь прописать. Но как только мы себе говорим, я не знаю, каким вариантом вообще может прийти ко мне это желание, оно уже есть, но что-то мне пока мешает, оно по-любому будет реализовано в моей жизни. Я это увижу, если я пойму, какие препятствия там за ней стоят. Я просто понаблюдаю, я отдам, не знаю, кто-то может сказать, там, высшим силам, вселенной, там, высшему я или ещё кому-то, потоку событий. Я отдам на волю, из ума выйду, да, и отдам потоку на волю, чтобы это моё желание исполнилось любыми способами. Я не буду себя ограничивать одним вариантом моего ума, который ничего не знает на самом деле. У него есть просто старый опыт. В старом опыте нету этой машины. Так почему мой ум вдруг решил, что он её может добыть вот таким планом? Мы уму даём установку, когда пишем вот этот конкретизированный план, пошаговые там исполнения желания, что только есть вот этот вариант и всё. И мы отсекли все остальные варианты, которые могли бы вот даже на завтра нам дать. Нам могли бы её подарить, эту машину. Могли бы попросить нашу услугу в обмен бартером отдать машину. Может быть, ещё какие-то варианты могли исполниться. В лотерею там выиграли. Да что угодно может случиться с этой машиной. Но пока вы фокусируетесь, фокусом внимания на конкретном варианте, то вы, возможно, либо будете это очень достигать долго, либо вообще не достигнете. Не отрезайте все пути к исполнению желания, рисуя конкретный план. Дальше. Восемь. Можно я сейчас комменты посмотрю? Так. Я хочу быть лучше, чем все вокруг, богаче, чем все соседи и подруги, чтобы фигура была лучше, чем все девочки, которых я знаю. Иногда и разрешаю им быть лучше меня, но это редко. Чаще хочу быть лучше. Но это говорится о том, что если я хочу быть лучше, значит, я не признаю себя уже того, что я лучше. Значит, мне не хватает этого чувства. Надо понять, где я лучше, в чём я лучше. Фокусироваться на своих творческих реализациях, на своих творческих каких-то порывах. Чем вы полезны этому миру. Нет, на самом деле, лучше или хуже. Сравнивать круг и квадрат, ну, блин, бесполезно. Мы все уникальны, мы все индивидуальны, у каждого свой путь, и каждый свой пазл в этой картине мира несёт какую-то свою функцию. Каждый человек своим естественным присутствием, естественным проявлением творческим, он уже лучший. Без него в картине мира дыра. И, естественно, вот этого чувства не хватает. Находить. Вот как я этот день прожила лучше, чем все остальные. Что в нём было самого крутого, что в нём было самого лучшего. То есть фокусировать внимание своё на том, что я сегодня, ну, вообще крут просто. Когда мы вниманием понимаем своим, что сегодня я вообще крута, я смогла сделать вот это, вот это, вот это. Бабушка через дорогу перевела, кошечку покормила. Ну, я вообще молодец. У нас нету вот этой нехватки к саму себе внимания, и мы не хотим уже сравнивать себя с другими, да, и не черпать вот это внимание извне. То есть нам уже вот этой потребности не нужно, потому что мы эту потребность внутри сами с собой закрыли. Всё, ум пускай уже переключается на другие чувства. Главное прожить и понять, чем мы сейчас. И так лучше, ну, как сказать, не то чтобы лучше. Если мы пазл с вами, да, в одной большой картине мира, мы каждая клеточка, каждый человек как клеточка единого организма, чем я такая вот крутая и уникальная и классная. Я не могу быть хуже или лучше, но я в своей уникальности, ну, крутая. Никто круче меня вот в моей уникальности не может быть. На моё место никто не может встать. Я несу в этот мир вот это, вот это, вот это, для себя определиться. Во всех остальных местах нам не нужно себя срать. Ну, зачем глазу, например, говорить, что... Ну, глаз, он лучше всех смотрит. Никто в организме больше не смотрит на мир, только глаз. Один, второй. Зачем мне лучше что-то делать? Потому что лучше делают руки. Зачем мне лучше ходить? Потому что ходят ноги. Я глаз всего лишь. Вот если вы поймёте, что вам не нужно брать на себя чужие функции и быть лучше, там, по фигуре или ещё что-то, вы уже уникальный глаз, там, уникальный человек. Как это ещё сказать? Когда ваш фокус внимания фокусируется на том, где вы сегодня классно прожили день, что вы в эту жизнь привнесли, что вы сегодня такого классного, уникального сделали, что вы сегодня... Чем вы сегодня, допустим, порадовали себя и других, да ту же кошечку, например, на улице, да, уже хорошо становится. Вы проживаете чувства, их не нужно черпать извне, да, и доказывать всем, посмотрите, какой я крут. Если мы пытаемся доказать, что я крут, значит, мы не чувствуем всей вот этой крутизны. У нас постоянно нехватка этого. Начните искать, в чём вы крутые. Ну, как бы это очень просто. Седьмой пункт мы с вами проехали уже. Не отрезайте пути к исполнению вашего желания. Не знайте, я не знаю, как исполнится моё желание. Оно исполнится, когда я уберу. Нет, оно уже исполнено. Первый пункт вспоминаем. Я буду наблюдать и вариться, да, с этим желанием. Буду его видеть, как оно прям на глазах реализовывается. Когда я уберу, что мешает, да, какие чувства за ним стоят, что на самом деле я хочу получить. И не отрезать никакие варианты, какие могут быть при исполнении этого желания. Не пытаться прописать вообще. Никакой пошаговый план. Так, следующее. Восьмой пункт. Мы убеждены, что непременно мы будем счастливы, только когда исполнится это желание, забывая, что счастья там нет. И только ощущение счастья сейчас может исполнить ваше желание. Второй раз, я не знаю, надо читать, нет. Многие думают, вот рожу детей, буду счастлив, найду мужика и буду счастлива, вот куплю машину, буду счастлива. Это в корне самое большое заблуждение ума. Не исполненное желание нам счастье приносит, а ощущение счастья здесь и сейчас, когда мы счастливы, не перекладываем вот этот избыточный потенциал, вот это вот чувство ожидания, что мы потом будем счастливы. А вот именно сейчас, когда мы счастливы, мы наполняемся энергией. Вот когда у нас есть эта энергия, она и реализует нам наше желание. Смените тактику. То есть перестаньте говорить, что вот я сейчас несчастный, а вот сделаю себе грудь и буду счастливой. Или куплю новое платье и буду радостной. Нет, сначала вы должны порадоваться, а только потом на эту энергию приходит то, что вы хотите. И если вы вот так фокус внимания поменяете, у вас уже много чего изменится. Здесь, сейчас только счастье, его никогда потом нет. Счастье – это сейчас, быть счастью вот этого мира, который здесь сейчас находится. Если вы в гармонии сейчас находитесь и счастливы тем, что уже сейчас происходит. Смотрите, сколько вы всего нажелали вокруг вас. Просто неимоверное количество исполненных ваших желаний. Вы находитесь ровно там, где вы хотели всегда находиться. Даже если вам не нравится ваше положение, вы просто не понимаете, почему ваше желание было таким. Почему вы сейчас именно там, где вы находитесь. Если вы попробуете подумать, зачем я это создаю, для чего я хочу, чтобы я находился прямо здесь, сейчас именно с этими обстоятельствами. Что мне это даёт? Тогда вы поймёте, что да, я действительно этого хотел. И при исполненном счастье вот этим, вы начинаете генерировать энергию. Но только когда вы сейчас это ощущаете, а не когда-то там где-то потом. Это иллюзия большая, что машина вам счастье принесёт. Да ни хрена. Вы можете только добиваться этой машины, а потом попасть в аварию. Потому что бумеранги обязательно возвращаются всегда. И если мы перетянули энергию из каких-то других желаний, либо из будущего, и выцарапали буквально это желание, не имея на это ресурсов и энергии, не находясь сейчас счастливым, но мы добились путём борьбы какой-то. Нам это аукнется. Причём аукнется так, что вы ещё тысячу раз потом пожалеете, если ещё будете живы. Поэтому не стоит вот так вот драться за ваши желания. Если они не исполняются, значит, вы хотите здесь сейчас, чтобы они не были исполнены. И для этого есть причины. Эти причины я разбирала в предыдущей книжке «Как решать свои проблемы и страхи». Так, девятый пункт. На пути к вашим желаниям стоит множество препятствий и ограничений в голове. Вот с этого я тоже начала книжку. «Придуманные вашим умом». И всё, что не исполнено, вы сами хотите. Да, чтобы они не исполнялись. Вы сами хотите, чтобы желания были не исполнены. Иначе вам придётся столкнуться с тем, чего вы больше всего боитесь. И вот давайте по примеру. Например, «Меня могут осудить», если исполнится это желание. Есть такое? Есть. Вы знаете, что делать... А, вы не знаете, что дальше делать с вашим желанием. Ну, будет у вас машина, вы водить боитесь. У вас гаража нету, вам ставить её негде. Вы не знаете, как вы там обслуживаете. У вас там куча ограничений. Либо вы не знаете, что делать дальше с вашим желанием. Вам попадёт там миллион долларов, миллиард долларов. Что вы с ним будете делать? Сразу страшно. Представьте такую сумму. Я не умею её там хранить. Я не умею её прям нажать. Инфляция там всё сожрёт. Что с этим вообще деньгами делать? Куда их тратить? Да на самом деле, если я сейчас попытаюсь расписать, куда бы я потратила миллион долларов, я не напишу даже на 100 тысяч, потому что мне ничего не нужно. Я не хочу заниматься потреблятством. Ведь вот в нашем мире воды настолько ничтожно мало, вы даже себе представить не можете. И просто тонны этой воды уходят, чтобы сделать даже вот эту ручку. И представьте, что вы не хотите заниматься этим потреблятством, потому что на это потреблятство нужно очень много ресурсов, воды, энергии, работы других людей. И что вы вообще с этим будете делать, непонятно. Дальше. Какие ещё у нас есть убеждения в голове? Вы боитесь своих вообще желаний, потому что... Почему? Вы боитесь вашего желания. Здесь надо прокомментировать. Вы боитесь вашего желания, потому что... Как с предыдущим пунктом, потому что не знаете, что с ним делать. Скорее всего, так. А вдруг потом украдут. Да, у меня, например, деньги или машину. Или потеряется, или сломается. Мы расстанемся. Например, я не могу сейчас найти мужчину, потому что у меня есть опыт прошлых отношений. Он мне там изменял постоянно. Не факт, что этот не будет изменять, да. Я же изменяю себе всегда. Выбираю, что похуже, да. Конечно, мне тоже будут изменять. И правильно я думаю. Следующий тоже будет изменять. И следующий. И сто человек следом. Пока вы сами не поменяетесь, да, чтобы вы были настолько классной женщиной, чтобы вам не изменяли. И ваше желание поэтому не сбывается, потому что вы подсознательно-то знаете, что следующее будет вам изменять, пока вы с этим не поработаете. То есть вы боитесь. Боитесь и правильно делаете. Дальше. Слишком много у вас «а вдруг». Представьте, сколько в вашей речи, перед тем, как вы какое-то желание там желаете, вы начинаете говорить себе «а вдруг кто?», «а вдруг это?», «а вдруг он будет там не такой?», «а он ограничит мне свободу?», «а вдруг деньги украдут?», «а вдруг?», вот если вы часто употребляете слово «а вдруг», то у вас, наверное, желания редко сбываются. Перестаньте вот это вот «а вдруг?», вы же не маг какой-то там, неясновидящий, откуда вы знаете там, что будет потом. Но вы своему мозгу постоянно даёте установки. «А вдруг?» И начинаете бояться. Ну всё, вы сразу же, даже один шажочек, один процентик сомнения, это стопроцентное «нет» вашему желанию. Перестаньте сомневаться. Вы же не знаете. Перестаньте опираться на старый опыт и говорить «а вдруг?». «Ой, а вдруг там?» И всё, и капец. Вы сейчас уже целые фантазии можете себе придумать. Почему? Перестаньте придумывать. Дальше. Ваши желания исполняются. У нас есть такой ещё шаблон. А как этим управлять, да? Что с этим потом делать? Я недостоин. Я недостаточно хорош. Я ещё не заработал на это желание. Я этого не заслужил. Да? А мне не на что это купить и приобрести. То есть мы себе своими отговорками сразу же блокируем все наши желания. Вот тот, кто действительно чего-то хочет, да, у него есть тысяча причин, почему он хочет этого исполнения желания. А вот люди, которые себе находят тысячу отговорок, тысячу причин, почему оно не исполнится, да, то, конечно, он не может ничего получить. Вам нужно искать тысячу возможностей. Ваш фокус внимания всегда должен быть на тысяче возможностей. Почему я могу? Почему я хорош? Почему я достоин? Да, почему я это могу заслужить? Да, потому что я, блин, пазл в картине мира, да, без которого, ну, картина мира вообще не может существовать. Я уже достаточно хорош, потому что я есть. Вот потому что я есть и всё. Я так или иначе приношу миру пользу просто своим существованием. И мне не нужно доказывать кому-то и чем-то, да, что я могу существовать в этом мире, и меня должны за что-то там любить, за что-то. Если вы будете находить тысячу причин, почему ваше желание должно исполниться, вы их найдёте. И даже не используя ваше желание, уже исполнится, потому что вы своим мозгом сотворяете ту реальность. И если ваш мозг уверен, что это будет, оно будет. Но если вы находите тысячу причин, сразу же начиная себя отговаривать, естественно, откуда у вас вообще может чего-то там исполниться. Это невозможно ему исполниться, если вы себе сразу хоба и закрыли это желание, просто перекрыли все пути просто к этому желанию. Я не могу. Ну всё, как только вы решили, ваши действия уже в сторону вашего желания согласны вашему решению. Если вы решили, что я не могу, то ваши действия будут направлены, даже вы не понимаете этого, на то, чтобы не смочь. Если вы говорили себе не раз и другим, в мыслях где-то даже, я не заслуживаю этого желания, вы так решили, то ваше решение сразу же формирует действие, то вы действительно не заслуживаете. И вы найдёте очень много подтверждений из прошлого, почему вы не заслуживаете. Ваш фокус внимания на том, чтобы, блин, убить это ваше желание, растоптать просто. Приходит это желание на ума, вы его растаптываете вот прям сразу же. Мне не на что купить и приобрести. Вы сразу растоптали своё желание. Зачем вы говорите, мне не на что купить? Почему вы говорите это? Зачем? Я это хочу, я не знаю как, я понаблюдаю этот вопрос, как ко мне придут деньги или какими-то другими возможностями приобретётся моё желание, которое я хочу. Возможности масса. Деньги – это один из многочисленных вариантов. Но вариантов, один из вариантов. Варианты есть и другие. Но как только вы говорите, мне не на что купить, все варианты отсекли, и этот тоже. Всё, вы закрыли для себя поток исполнения желаний. Для этого нужно много работать, тоже шаблон. Ну, потому что ваш опыт говорит об этом. Хорошо, вы много работаете всю жизнь. Почему у вас ни хрена нету? Посмотрите, как наши родители работали всю жизнь. И почему они не имеют ничего и влачат нищенское существование на пенсии сейчас. Может быть, хватит обращать на этот шаблон внимание своё? Для этого много нужно работать. И что, у вас от того, что очень много работали люди, подтвердилось, что они исполнили желание, для них нифига. Посмотрите, сколько работают и ничего не имеют. Богатые все плохие. Сразу раз отсекли и не разрешили. Богатые не плохие, не хорошие. Деньги обнажают чувства человека, но никак не делают их плохими или хорошими. Если человек изначально говно, он просто говно. Есть у него деньги или нет. Просто с деньгами можно больше возможностей каких-то сделать. Но опять же, деньги — это один из способов возможностей. Возможностей у нас дофига. Но мы себе мозгом сразу меня осудят. Они так посмотрят, не то скажут. А если начнут занимать? А если украдут? А если пропадёт? А если не в проб пойдёт? И так далее. Наш ум ищет тысячу причин, чтобы ничего не исполнилось. Пока вы будете искать эти причины и говорить вот это, отговаривать себя. Конечно, вы никогда не достигнете никакого желания. Или мне ещё нравится. В моей семье такое говорили. Не жили богато — нечего начинать. Зачем такое говорить? И нечего начинать. Почему? То есть это отговорка типа не и так хорошо, но это враньё самому себе. Зачем себе врать? Не жили богато — пора начинать. Пора начинать. Почему нечего-то начинать? Зачем? Зачем вы себе эту установку говорите? Либо нас учили таким шаблонам мышления, довольствуясь малым. Вот что есть. С одной стороны, это хорошая отговорка, вернее, не отговорка, хорошая поговорка — довольствуйся малым. Это хорошо, когда ты здесь сейчас понимаешь, что это можно использовать как ресурс. довольствуйся сейчас тем, что имеешь. Благодари себя за то, что ты это умеешь. Когда ты в благодарности за то, что есть, ты можешь и дальше желать. Просто если вы не цените те мелочи, которые вокруг вас есть, сейчас уже, в данный момент, то вы не оцените и новые желания. Зачем себе чего-то давать, если я всё равно это не буду ценить? Здесь имелось в виду вот именно этим, что довольствуйся даже классному ветерку, довольствуйся даже той ручкой, которая у тебя есть, и ты можешь ей написать чего-то там, классный текст. Довольствуйся вот той едой, которая у тебя есть. Благодари вообще за любые себе мелочи. Если ты будешь благодарен себе за вот эту вот штуку, ты будешь благодарен за другие желания. Если ты изначально вообще ничем не доволен, зачем себе чего-то давать, если всё равно будешь недоволен. Не используйте себе вот этот шаблон «довольствуйся малым» во вред. Не говорите, что типа я доволен тем, что есть, поэтому я не хочу большего. Нет, я доволен тем, что сейчас есть, но я хочу и ещё. И как бы вот, фокус внимания переместили. Я буду лучше духовным, чем богатым. Да, но духовность и богатство, оно не противоречит друг дружке, совсем не противоречит. Этот шаблон тоже надо из головы убирать. Мне стыдно это иметь. Многим стыдно реально быть богатым. Многие скрывают даже это, а вдруг там будут просить в долг или ещё что-то. С долгами надо поработать. Если у вас просят в долг, никогда не давайте в долг. Вы говорите, так, Таня, Маша, сосед, Петя, моё мировоззрение мне не разрешает давать в долг. Да, я не могу терять энергию на этом. Я готов безвозмездно дать тебе ровно столько, насколько вот я сейчас чувствую. Вот это один рубль я готов просто подарить. Либо тысячу рублей, вот я готов подарить. Пятьсот рублей. Вот дарите, сколько вам комфортно. Если вам комфортно ноль рублей, значит ноль рублей. Никогда не давайте, наступая себе на горло, в долг. Я не могу себе позволить испортить тебе свою жизнь, а мне свою, давая тебе в долг. Иди работай, чувак, просто иди работай. Начинь делать что-то, а не постоянно просить в долг. Отказывать не стыдно, это вы себе придумали. Всё равно вам ничего не отдадут. А если отдадут, вы потеряете очень много энергии и потеряете столько всего. Вы вообще у людей, когда даёте в долг, отнимаете кучу вариантов им эти деньги генерировать. Потому что они на шее сидят, да, и всё. Не детям своим, взрослым уже не давайте. Если ему 18 лет уже стукнуло, не надо ему давать. Многие мамочки выращивают инфантильных мужчин, которые в 40 лет сидят за маминой юбкой и просят деньги. Но это же вообще капец. И это стыдоба действительно, потому что мужчина должен проявляться, что-то делать. У него должна быть какая-то мотивация. Если у него нет денег, да, это мотивация пойти, творить, двигаться, что-то делать, развиваться, чего-то там учить, работать и так далее. Но если есть рядом подсоска, дойная корова в виде его мамы, которая ему это всё даёт, она ломает ему жизнь вот своим вот этим вот нас, сыночек, благотворительностью. И себе ломает, и ему. Гоните в шею, уже там, я не знаю, 25 лет исполнилось, если кто-то там ещё до сих пор с маминой юбкой, там, в 40 сидит. Гоните в шею. Куда же его там на мороз выкину? Ребята, взрослый мужик, ну, не ломайте жизнь других своей жалостью. Вот это вот самое, конечно. Если у вас долг просят там друзья, отказывайте. Про долги это вообще такая штука, которая сожрёт всю вашу энергию, блин, и того человека. Вы хуже делаете только на самом деле. Так, если я буду богатым, мне стыдно за то, что скажут люди, да. У многих тоже этот стыд надо прорабатывать. Я не знаю, если он глубоко сидит, то это к психологам. Потому что все хотят, да, иметь деньги, все хотят, но при этом испытывают большое чувство стыда. Это ненормально. Опять же, эти шаблоны с детства, что нам постоянно внушали, да, богатые-то плохие. Либо мы видим богатых людей там в правительстве или ещё где-то, и видим, как они относятся. И у нас такой шаблон формируется. Деньги – это неплохо. Мне стыдно выпячивать это, да, что у меня появится машина, что у меня будет хороший дом, поэтому буду довольствоваться малым, да. Этим мы тоже блокируем себе деньги. У меня недостаточно навыков для этого и знаний. Тоже не надо себя этим останавливать. Как только вы сказали себе это, так, интересно, а каких навыков мне не хватает, да, каких знаний мне не хватает. Может быть, мне подучиться, да, открыть интернет, почитать чего-то, книжечек скачать, почитать. Это же мотивация классная. То есть делайте из этого шаблона ресурс. Просто многие сказали себе, у меня недостаточно хорошая квалификация, недостаточно опыта, недостаточно знаний, поэтому это моё желание не исполнится, и всё, и забили. Ну всё, как бы вы отрезали, ваше желание, естественно, не исполнится. Но когда вы обратили на это внимание, такие, блин, ну круто, значит, я себе подсказываю через это желание, куда мне копать, да, куда мне развиваться, что мне делать. Пора уже поднять свою жопку, открыть интернет, пойти там, не знаю, библиотеку, купить каких-то книжек, пойти на курсы, да что угодно. Сейчас бесплатно в интернете можно найти всё, абсолютно всё. И все, кто говорит, у меня нет денег на курсы, ну, ребят, ну это уже смешно просто. Открывайте интернет, скачайте себе что угодно и изучайте пошаговые видео уроки. Как будто с вами рядом преподаватель сидит, вы прям вот-вот онлайн сидите и смотрите. Тот, кто до сих пор живёт в иллюзиях, что ничего, нету никаких курсов бесплатных, вы в иллюзиях живёте. Сейчас есть всё. Так, мне будут завидовать, так, мы тоже проходили. Мне придётся делиться, вот такой ещё шаблон есть, что будут деньги, придётся делиться. А с чего вы так решили? Ну, почему? Вы можете не делиться, это только ваше решение, это только вы можете принять для себя, делать это или не делать. Вы творцы, и вы можете выбирать, да, у вас есть выбор. Почему вы решили, что вам придётся делиться, с кем делиться, с чего? Вы никому ничего не должны, не обязаны. Не надо вот этим убеждением блокировать себе голову. Надо платить налоги. Да боже, заплати и будь счастлив. Ну, вот смотрите, да, у многих такой шаблон. Я когда ещё занималась рекламным агентством и делала коучинг, обучала рекламщиков. И у многих первый же вопрос был, я не хочу много зарабатывать, потому что придётся платить налоги. Шаблон так шаблон. Я говорю, ну вот смотри, ты сейчас зарабатываешь 10 тысяч рублей, не платишь налоги, а со мной, ну, например, через месяц, ты будешь в месяц получать 100 тысяч рублей, да, занимаясь рекламой, 100 тысяч рублей. Окей, заплатишь налоги, ну сколько там, 13 процентов, плюс-минус, окей, минус 20 процентов. То есть минус 20 тысяч рублей. То есть 80 будет на руках. 10 твоих без налогов или 80 с налогами. Ну, есть же разница. Ну, как минимум в 8 раз. Почему? Тогда ты решил не платить налоги. А, тогда придётся мне разбираться в налоговом законодательстве, да. Сейчас куча сервисов, платишь 1000 рублей в месяц или 3000 рублей в год, за тебя всё делают. Ты ничего не должен делать. Даже эти декларации можно не заполнять. Хотя через налоговый кабинет заполнить декларацию дело, ну, 10 минут, может, 5. Ну, как бы, кто понимает, там, второй раз будет сдавать, ему минуты хватит. Здесь сейчас всё настолько автоматизировано, что, ну, это стыдно уже такое говорить, да. Я не хочу платить налоги. Причём я очень часто просто сталкивалась с таким шаблоном и захотела его сюда добавить. Дальше. Придётся трудиться ещё больше, чтобы исполнилось моё желание. Опять же, шаблон. Это то же самое, что придётся много работать. Ну, там имелось в виду работа, работать где-то там. Да, а тут трудиться делать больше. Больше. Возможно. Да, проработайте свою лень. Почему вы не хотите вообще двигаться и что-то делать? Почему вы хотите сидеть сложа ручки и ничего не делать? Давайте подумаем над этим. Мы, когда с вами едим, мы работаем. Челюстью, руками. И мозги наши тоже работают. Мы всегда работаем, на самом деле. Мы всегда трудимся, да. Просто нам нужно сделать так, чтобы наш труд... Вот у нас всего 24 часа, да. Больше 24 часов мы времени не можем потратить в сутки. Сутки ограничены. Вот нам в сутках придётся больше работать. Мы работаем с вами каждую секунду. Просто фокус внимания, на какой работе фокусироваться больше, на какой меньше, да, вы должны перестроить себя. Часто мы очень много работаем, просто бесполезно. Делаем кучу действий, которые совершенно никак нам не приносят ничего. Если вы включите голову, да, и хотя бы распишите распорядок своего дня, вы поймёте, что на самом деле-то вы работаете всего час в день. Я не говорю сейчас про работу, вот вы там работаете продавцом, вы там сутки стоите за прилавком, да, два дня там отдыхаете или ещё где-то. Я сейчас говорю об общем труде, ну, нашей жизни. Мы всё время трудимся, что-то делаем. Чистим зубы мы что-то делаем, одеваемся, там, гладим, убираемся и так далее. Если вы пересмотрите свой распорядок дня, вы поймёте, что просто фокусируетесь на бесполезной работе, вы больше, чем на полезной. И что плохого больше, ну, больше делать чего-то полезного, чем бесполезного, чего плохого-то. Ничего. То есть с каждым шаблоном надо выписывать и разбираться, да, что ещё дальше. Не судьба, о, часто говорим себе. Не судьба, вот перестаньте это тоже говорить. Судьба — это какой-то прописанный сценарий, не вами, да, это не удел творцов, сто процентов, да, жертвы у нас по судьбе живут. Да, не судьба, потому что я творец, не надо мне тут по судьбе идти. Не судьба — это не иметь, а по-творцовски, да, я могу, у меня получится, я не знаю как, но мне интересно. Вот, по судьбе лишать себя чего-то. Я не хочу идти по какому-то написанному сценарию, не мной, да, зачем, я не хочу быть жертвой. У меня получится, я же творец. Но просто надо убрать вот эти ограничивающие шаблоны. В начале книжки я говорила, что любое желание, которое мы подумали, оно уже реализовано. Уже вот есть картина на стене, но мы не можем её увидеть, потому что очень много всего мешает. Цветок, например, стоит, да, либо там обзор закрывает нам какие-то помехи. И вот сейчас, в данный момент, кто потерялся, да, где мы находимся, мы разбираем те помехи, которые нам мешают увидеть наше желание. Помехи — это наши установки, которые мы сами себе говорим. Мы сказали себе что-то, не судьба, мне стыдно, мне не получится, это нереально или ещё что-то. Мы сразу себе дали установку, и эта установка нам автоматически совершает, ну, как сказать, эта установка, этот выбор, да, сразу нам даёт выбор. И мы идём в выбор этой установки, то есть мы выбираем и действуем в сторону этой установки. Если наша установка другая, что у меня получится, мы автоматически, на автомате действуем в сторону, что получится. Если мы для себя произнесли, что у меня не получится, мы автоматом действуем в сторону не получится. И делаем всё, чтобы этого не получилось. То есть наши действия зависят от выбора. Выбор от наших вот этих установок, которые мы себе, блин, проговариваем. То есть мы сразу взяли путь и закрыли себе тем, что мы сказали. мне не получится. Разве, когда вы это сказали, вы будете продолжать что-то делать? Нет. Вы сразу ручки сложили и пошли там чего-то новое хотеть, желать, действовать и так далее. Вы на это забиваете сразу, как только сказали. Ну, блин, это нереально, всё, даже думать об этом не хочу. Глаза закрыли, шторки закрыли, действие ноль. Конечно, вы не будете действовать. Многие говорят, что это за тупость работать с шаблоновым мышлением, типа надо работать. Согласна, надо работать. Но наша работа определяется от наших мыслей и от нашего выбора. Если мы выбрали, что у нас не получится, наши действия не могут продолжаться дальше. Просто перестаём действовать в этом направлении. Конечно, наше желание исполняется только от действий, но действия зависят от выбора. А выбор от убеждений. Поэтому убеждения первоначальные. Как бы вы ни там себя не убеждали, что надо просто работать на работе и всё, при этом думать, что у меня ничего не получится, конечно, не получится. Ваша работа не принесёт никаких действий полезных в исполнении ваших желаний. Сначала начните думать по-другому. Да, короче, поехали в следующем. Наша установка. Часто мы говорим, я не в то время родился, не в той семье, не в той стране. Всё, закрыли себе точно так же этим шаблоном путь в сторону действий, которые привели бы к желанию. Мы уже отрезали мотивацию себе, отрезали интерес. Мы уже забили на себя. Всё, я не там родился. Это желание не может быть исполнено. Либо в следующий шаблон, может, я и без этого обойдусь. Мы уже дали себе эту установку. И действовать мы уже в эту сторону, естественно, не будем. Дальше. Я не знаю, что делать. Вот здесь очень мне нравится классный шаблон, который можно обернуть в свою пользу. Если мы говорим, я не знаю, что делать, и сложили ручки, ну, я же не знаю, поэтому я не делаю. Вот, то всё. Ну, как бы вы же своего желания лишаетесь. Лишаетесь энергии, вы её сразу сливаете, да, вы её как блокируете, она уже не идёт на реализацию желаний. Но если вы говорите, я не знаю, что делать, и поэтому мне интересно попробовать новые шаги и узнать, что-то поизучать. Всё, вы включили Творца, и каждое новое действие по узнаванию, да, и генерирует ту энергию, которая избывает ваше желание. То есть это круто, говорите, я не знаю, как. Я не знаю, что делать, и поэтому мне интересно попробовать. Мне интересно по-новому что-то придумать, какой-то шаг сделать, который я не делал. Вот именно новое, да, новые шаги, новые действия и дают нам энергию. Если мы повторяем старые действия, там энергии нет, мы уже от этой энергии избавились, мы её уже прожили, там уже энергия была в старых наших действиях, шагах преобразованной, она уже во что-то там ушла. То есть новую энергию мы получаем, да, на генерацию желаний, жизни, развития, только в новых шагах с вами, в новых. Если вы не знаете, что делать, это повод того, что вы точно сможете реализовать своё желание. Если вы знаете, что делать, вот здесь надо подумать, здесь, возможно, ваше желание так легко не исполнится, потому что вы знаете. Желание, новый опыт, ещё раз говорю, все ваши ресурсы спрятаны там, где вы ещё не были, там, где вы ещё чего-то не делали, там, где вы ещё чего-то не знаете. Именно новое развитие, новый шаг, перемена из точки А в точку Б, но в новую перемену, в новые действия и даёт нам энергию и исполняет наше желание. Только новое. Если вы не знаете, что делать, всё, ребят, радуйтесь. Значит, вы сейчас по новому пути будете делать, по новому пробовать, и вы тогда будете реализовываться легко. Но если вы будете делать то, что вы знаете, у вас не будет этого желания. Не будет, потому что оно бы уже было. Смотрите, да, ещё раз. Если вы знаете, что делать и будете пошагово это делать, то вы не реализуете желание, потому что вы это уже делали. Но вы же знаете, значит, делали. Либо делали кто-то там, знакомый. Вы это знаете. Раз вы это знаете и вы это делали, но у вас желание же от этого не произошло в прошлом, то с чего вы взяли, что сейчас эти же шаги вам его реализуют. Нифига. Не реализуют. Будет так же, как и в прошлом. Хотите чего-то, да, делайте новые вещи. Не повторяйте старых. Деньги — это энергия. Деньги — это перемена. Деньги — это новое. Деньги — это новые знания, новые действия, новое движение какое-то. книжку посмотрите про деньги. Эфир был, я читала с комментариями. Вот там как раз про это и написано. Нужны деньги, нужны желания, нужна машина, нужен там мужчина. Перестаньте делать то, что вы делали. А если вы хотите добиться в бизнесе огромного успеха, посмотрите, что делают другие люди и не делайте этого. Это вообще моё любимое кредо, которое я подсмотрела ещё там в 2000 году. забыла, в книжке миллиардера писал, какой-то миллиардер писал эту фразу, я её запомнила, блин, не помню. Ладно, не суть. Посмотрите, что делают другие, не делайте этого. Либо посмотрите, что вы делали раньше, не делайте этого. Вот, это формула успеха. Делайте новое. В этом и закрыто, то, что энергия в новых действиях. Поэтому я не знаю, что делать и сложить ручки. Всё, крест на ваших желаниях, крест на ваших деньгах. А я не знаю, что делать, блин, и поэтому я знаю, что сейчас всё будет круто и что я сейчас буду какие-то новые действия генерировать, как творец. Творец – это творчество, это новая новизна, понимаете? Всё. Вы на успехе уже, можно сказать. 99% успеха вашего желания уже реализовано. Один процентик остался сделать какие-то действия, пускай ваш фантазирующий вот просто вот таким образом ум направит ваши фантазии не в фантазии придумывать, почему у вас это не получится. Вы столько много фантазируете о прошлом, о будущем и о том, что у вас не получится, направьте ваши фантазии на новые действия. Вот, будет вам полезность. Следующий шаблон. Это слишком тяжело. Ой, шаблон так шаблон. Сказали себе эту фразу, всё, опять ручки сложили. Ну, зачем делать, если это тяжело? Я тяжести не люблю, не, нифига. Но если вы сейчас возьмёте и этот шаблон перевернёте, что это слишком тяжело, значит, чем тяжелее, чем мудрёней, тем, во-первых, интереснее, тем больше там ресурсов, тем больше шансов ваше желание исполнить. Это же наоборот классно. Представьте удовольствие от игры. Вы зашли в игру, там ничего нету, всё легко, просто коридор вы такие прошли. Нету там лабиринтов, нет стрелялок, нету никаких там карликов, которые бегают, пытаются вас убить, не надо искать ключики, отгадывать загадки. Вы просто прошли коридор и написано там, молодцы, игру вы закончили, поздравляем, никакого удовольствия, слишком легко. Да, но когда игра супертяжёлая, левел всё повышается, там всё больше лабиринтов, всё труднее проходить игру, слишком там много загадок, тем она интереснее. Если слишком тяжело, чтобы добиться вашего желания, значит точно надо туда идти, значит там точно будет куча энергии, там точно будет много действий, да, где придётся там напрячь свой ум, напрячь свою фантазию, напрячь своё тело, может быть. Но в этом и есть смысл нашей жизни, да, творить, делать, проходить какие-то интересные вещи. Всё, что вот супер легко, на самом деле нам не нужно, нам не интересно даже с этим сталкиваться. Поэтому если мы себе говорим, это слишком тяжело, лапки не надо, так вот опять оговорим себе, блин, наоборот круто, значит там столько энергии, сколько я вообще даже представить себе не могу. Там будет очень интересно, значит. Ну, следующий шаблон, это нереально. Ой, как очень много людей говорят, либо это бред, это нереально, фу-фу-фу-фу, не-не-не-не. Всё, ручки сложили. Откуда ваши желания могут исполниться, если вы вот всё вот это себе говорите каждый день? Мне вот даже интересно, у кого вообще что-то исполняется вот с такими мыслями? Или у меня нет сил? Что такое силы вообще? Силы, силы, да, это наши ресурсы, которые мы используем с пользой, когда мы понимаем, как их использовать. Силы – это наш интерес, который нам пинает, да, что нам интересно вот этот процесс прожить. Отнимает у нас силы как раз-таки все вот эти вот фразочки. Особенно у меня нет силы, но силу и отнимает. Но когда мы горим, вспомните себя, да, когда вы горите каким-то желанием, прям загорелись, к вам пришла подруга и говорит, а вы так устали после работы, ну, вам так тяжело, вы двое суток не спали, не ели, весь такой голодный, злой, хотите спать, приходит подруга и говорит, блин, давай я тебе сейчас накрашу, прическу сделаю, там платьишки выбираете, сейчас мы идем, там, не знаю, на дискотеку, вы такие, боже мой, откуда там 5 ВД просто, 4 ВД, 10 ВД включаются. И такие, с таким интересом бежите, и готовы еще неделю не спать, потому что интересно. Вот если вы будете находить в своих желаниях и в реализации интерес, то у вас всегда будет море сил. Ну, как только вы произносите фразу, «Мне нет сил, я не знаю как, да мне ничего не получится, да это нереально, ну, конечно, откуда у вас силы?» Сила — это интерес. Значит, возвращаемся к пункту, там, 1, 2, 3, были которые, да, в книжке, вам просто не нужно это желание, поэтому у вас на него нет сил. Как только мы пожелали, наша женская энергия, желание, она сразу реализует, как антиматерия, то количество энергии на реализацию нашего желания, дальше подключается наш внутренний мужчина, мужская наша энергия делать мочь, которая и реализовывает через какие-то действия эту энергию. Силы — это энергия. Вы пожелали, всё, энергия у вас есть, сила у вас есть, но они просто, эти силы, слиты сразу же в вашем мысли, что что-то не так. В тысячу причин, почему желание может не исполниться. Мало того, что вы себе доказываете, что это желание не исполнится, так вы ещё каждому пойдёте и в нос ткнёте, почему ваше желание может не исполниться. И прям оправдывайте, оправдывайте себя бесконечно. Давайте без оправданий. Лучше находите тысячу причин, почему ваше желание наоборот исполнится. Дальше. Я не из богатой семьи. Бла-бла-бла. Всё включили. Посмотрите, сколько кейсов в этом мире, сколько людей не из богатой семьи добились успеха, а сколько богатых людей ушли очень радостно, наркоманились и продали все квартиры, машины и так далее своих родственников. То, что покупали. То есть это не показатель. Это вообще не показатель, что богатая семья может добиться, а не из богатой семьи нет. Да, из богатой семьи возможности больше, ресурсов больше. Если человек с умом ими воспользуется, он будет расти дальше. Но это не показатель. Очень много людей, которые тоже добились успеха с нуля. Даже посмотрите на богатейшие семьи. Почитайте о многих истории. Это очень интересно. Как они вообще с нуля просто начинали вот это вот всё и потом обеспечивали на поколение многим своим там, своей всей родне, да, поколению много денег обеспечивали. Начиная сами с нуля. Вот. Так что вот тут фигню тоже не надо говорить себе. Ой, я не из богатой семьи. Я часто тоже такой шаблон слышала от знакомых. Дальше. Мне некому помочь. Ох, люди наши ресурсы. Все люди наши ресурсы. К нам всё приходит через людей. Весь мир работает на вас. Чтобы сделать вот эту ручку, чтобы вы могли писать, сколько людей изобрело там. пластмассу, резинку, металл, чернила, дизайнеры, продавцы. Чтобы там на заводе, чтобы её сделать, да, нужны инструменты, нужно оборудование. Кто изобретал инструменты, кто изобретал оборудование. Для оборудования нужны электричества, кто там делал розетки, там строители этих оборудований, строители этих зданий, строители магазинов. Взять просто вот эту всю цепочку, чтобы получить эту ручку. Представьте, сколько людей трудилось, так же, как и чай попить. Каждый внёс вклад. Дизайнеры там. Бумагу. Кто-то лес срубил, кто-то машину строил, кто-то её изобретал, кто-то работал там над каждой деталькой, чтобы машину построить, даже которой нужно срубить дерево. Да, сколько там всего. Там даже надо и бензин этот добыть. Бензин добыть. Сначала нефть добывать, чтобы нефть добить, оборудование нужно сделать. Это же сколько всего, да, начиная там от материалов, заканчивая логистикой и так далее. Людей потрудились только для вашей ручки. У меня нет ресурсов, и мне некому помочь. Вот самое большое враньё. Ресурсы есть. И все вам помогают бесконечно, вот прямо здесь и сейчас. Весь мир трудится. Кто-то вот интернет вам домой провёл, кто-то вообще изобрёл, да. Кто-то вышки строил, кто-то все эти детальки, кто-то краску, чтобы покрасить даже тарелки в белый цвет. И говоришь, что мне нет ресурсов. Каждое ваше действие — ресурс, каждая ваша мысль — ресурс. Каждый ваш шаблон — это антиресурс, который забирает у вас энергию. Когда вы себе просто сказали «я смогу», это вообще большой ресурс и мотиватор просто взять и пойти, и что-то сделать. Каждое слово, каждая мысль — ваш ресурс. Говорите, у меня нет ресурсов, просто возьмите тяжёлую гирю, просто дайте ей себе по голове, как только вы такое себе говорите. Вы просто фразой, у меня нет силы, у меня нет ресурсов, отрубайте от себя все ресурсы. Дальше 1500 ещё шаблонов ума, ограничивающих ваше движение к успеху, к желаемому, в убеждённости которых ваша вера непоколебима и творит все ваши вот эти вот неисполненные желания. Как только вы начнёте работать, прежде всего, с головой вашей, а не пытаться, да, сразу перейти к действиям, которые нам все коучи, по успешному успеху пытаются нам в бошку вдолбить, да, что вот вы должны в первую очередь написать план, пойти там пошагово, или дегенерацию сделать, там рекламу. Нет, сначала с головой разберитесь, чтобы голова не тормозила ваши действия, потому что только ваши убеждения, ещё раз повторюсь, да, дают пинок тому, что делать. Делать ничего или делать что-то. Вот вы сказали нет, всё, ручки сложили и пошли смотреть сериал. А всё равно ничего не получится. Конечно, откуда ваше желание возникнет? Но когда вы убеждены, непоколебимо убеждены, что все желания исполнены, что им ничего не мешает, кроме ваших установок, и что ваши действия зависят только от вашего мышления. И действовать нужно обязательно. В любом случае нужно идти что-то сделать. Ваши действия не делаются только потому, что мы себя убеждаем в том, что мы не можем их сделать, мы не знаем, что делать и так далее. Пробуйте всё, что угодно делать. Вот вы хотите машину? Во-первых, разберитесь сначала с вашей головой. Почему я её хочу? Какие там чувства за ней стоят? Это первые пункты книжки. Какие чувства за ней стоят? Как эти чувства себе дать? Могу ли я убрать сейчас избыточный потенциал и вот это чувство ожидания, которое всегда блокирует мои желания? Могу ли я убрать? Могу ли эти чувства сейчас дать и жить без этой машины? Могу ли я быть счастливой здесь сейчас? Когда я дам себе эти чувства, я здесь буду счастлива, здесь сейчас, по-моему, восьмой или девятый пункт, то, что не счастье вам даст машина, а счастьем вы сможете реализовать свою машину. Когда вы сейчас счастливы и не требуете от себя вот этих материальных желаний. Когда вот вы это понимаете, то у вас ваши действия складываются уже как по маслу. Приходит ресурс в виде какого-то человека, предлагает вам бизнес какой-то замутить, либо поехать насладиться в лес, собрать грибы. Вы такие, да, классно, едете в лес собирать грибы, натыкаетесь на клад. Не, ну это сейчас вообще фантазия, конечно, говорю. Но события могут быть, разворачиваться настолько круто, когда вам ничего не мешает в башке, вы себя не останавливаете, не тормозите, может произойти все, что угодно. Но именно ваше убеждение, что почему он не может исполниться и не исполняет. Десятый пункт. Во! Тут еще оказывается, мы на девятом остановились, а тут тринадцать, почему желание не исполняется. Топ тринадцать. Десятый пункт. Десятый топ. Вы телепат, ясновидящий, знающий, как оно заранее будет. Кто что будет думать, что надо делать, у вас не получается, вы все равно убеждены, что старые шаги самые верные. Мы их уже обговорили с вами, но подытожу. Я все равно знаю, что ничего не получится. Да ты вообще это делай, не делай, все равно вообще бесполезно. То есть мы заранее решили с вами, телепаты ясновидящие, мы заранее знаем, что у нас этого не будет. Перестаньте знать, что у вас будет завтра. Переключите фокус внимания на сейчас, на здесь, сейчас. Наслаждайтесь кайфом, вот что сейчас происходит, здесь сейчас, в настоящем. Просто живите вот как человек настоящим и кайфуйте, не думайте, что будет завтра. То есть фокус внимания. Когда не на сейчас, то он рисует вам будущее фантазиями. А фантазии будущего всегда опираются на прошлое. В прошлом у вас этого нет, поэтому вы автоматически всегда думаете, что и в будущем этого не будет. И таким образом вы себя всегда ограничиваете. Как убрать то, чтобы не думать ни о прошлом, ни о будущем? Ну, легко просто заменить мысли прошлого и будущего на мысли о настоящем моменте. Что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, что мне сейчас интересно, что я могу сделать, какие изменения могу сейчас в эту жизнь внести вот сейчас. Что мне мешает моим желаниям, чем я себя блокирую. А может вообще просто перестать об этом думать. я просто хочу сейчас наслаждаться кино, и я счастлива в этом. Я хочу прогуляться на свежем воздухе и просто расслабиться. Если вы будете находиться всё время в думках будущего, в настоящем никаких действий вы не произведёте для того, чтобы в будущем ваше желание исполнилось. Но как вы будете их воспроизводить, если вы заняты совершенно другим делом? И не надо опираться на прошлое и говорить, что все старые шаги самые верные. В прошлом вашего желания же ещё нет. Вы же не смогли в прошлом его исполнить. Так почему вы верите в эти шаги? Зачем? Вот если вы сейчас задумаетесь об этом, да, действительно, я сегодня имею то, что я делал вчера, а завтра я буду иметь то, что я делаю сегодня. Если я буду делать одно и то же, у меня завтра будет то же самое. Может быть, пора уже всё по-новому делать, да, идти в какие-то новые действия. Топ 11. Нет желания делать по-новому. Я лучше пойду старым способом. Здесь у меня книжка затроилась, и мне ни один человек не написал, что шрифт на шрифт наложился, и он не читаемый. Даже не знаю, что-то написано. Дальше. Нет желания делать по-новому. Я лучше пойду старым способом, которому я уже додумаю, привык. Который я уже делала. Да, вот это и тормозит. Короче, 11-й пункт очень сильно тормозит. Когда вы в комфорте хотите повторять повторяемое, да, но если вы будете повторять повторяемое, будете иметь то же, что и было. Ну, как бы логично. Логично, логично. 12-й пункт, предпоследний. Сначала мне нужно обдумать весь план действий и погасить весь интерес новизны. Да, кстати, мы когда с вами обдумываем план и всю энергию, которая там, 5 копеек у нас была на первый шаг, мы ее на план потратили, нам уже потом неинтересно. Ну, то есть, интересная энергия наша, да, у нас нет энергии что-то дальше делать. То есть, мы обдумали, и так этот план и остался просто планом. Получше все узнать про это мы хотим, забывая, что именно интерес есть та движущая сила, исполняющая ваше желание. Вот. Делайте каждый новый шаг с интересом, не зная, какой он будет. Просто делайте, что можете делать, не пытаясь его там продумать. Это не, я сейчас скажу, не сравнивайте это с мастерством. Мастер, качающий свое мастерство, он делает все то же самое, да, но внедряя какие-то новые моменты, да, внедряя какие-то новые шаги, делая все лучше, 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 повторяя, но он не просто тупо повторяет, он повышает планку. Любой мастер, он не просто делает одно и то же из действия в действие. Там, спортсмен увеличивает скорость, увеличивает нагрузку, увеличивает дистанцию, увеличивает, там, эти килограммы в гирях, то есть, он все время увеличивает, да, свое мастерство путем увеличения действий, нагрузки, чего-то там внедряя новое. Поэтому не надо говорить, что вот, если я все буду по-новому делать, ну, типа хирург научился делать там операцию, ему нужно совершить четкие определенные действия. Это не значит, что он должен выкинуть, да, все свои знания и начать делать операцию по-новому. Нет, он качает свое мастерство тем, что он точнее, точнее и более детально там делает лучше каждый шовчик. Это можно сказать и любой профессии. То есть, вы здесь не путайте, что это нужно кардинально вообще все поменять и там, делал операцию правой рукой, стал делать левой. Нет, вы делаете то же самое, но внедряете мастерство, да, видоизменяя все, ну, как сказать, разбавляя это каким-то, во-первых, вам, блин, ситуации бывают разные, есть вещи творческие, которые не требуют точного повторения, как, допустим, в хирургии, а есть те, которые требуют повторений. Здесь вы должны, ну, понимать, где вы можете там глобально менять что-то. Как художник, он может рисовать картину все время, внедряя какие-то свои там фантазии, но при этом он придерживается каких-то правил построения композиции, что черный цвет, он тяжелее белого, да, что большой объект, он тяжелее перевешивает, что композицию обязательно нужно там соблюдать, но он при этом вносит какие-то новые изменения, да, нарисовать, чтобы новую картину, он не будет одно и то же все время рисовать. То есть здесь вы, ну, тоже должны мозг свой включать и понимать, да, где и как вы можете привносить новое, но в любом случае четкий, повторенный шаг вам энергию не даст. Дальше, тринадцатый топ. Последний, если вас нет здесь сейчас, в настоящем моменте, вас нет нигде. Доставить ваше желание некому и некуда. Вот, об этом тоже очень много было эфиров у меня. Представьте, почтальон вам вынес посылку, а вас дома нет. Вас не все дома. Вы где-то в иллюзиях будущего находитесь, в иллюзиях прошлого находитесь. Вы даже получить эту посылку не можете. В настоящем моменте, когда вы сфокусированы на себе и что вокруг происходит, понятно, вы можете увидеть ваше желание и реализовать его. Но, когда вы чем-то там заняты, другим, ваш фокус внимания не на реализации вашего желания, а наоборот в убийстве вашего желания и где-то еще, витаете в облаках, живете в розовых очках и иллюзиях, то, конечно же, вашему желанию нет места в этой жизни. И еще я кое-что здесь выписала. Почему желание не исполняется? Так, пять-шесть пунктов. Сейчас пытаюсь свой почерк прочитать дурацкий. Так, книжку мы закончили. всем спасибо, все расходимся. Сейчас хочу добавить несколько пунктов. Вот что написала, сама не понимаю. Желания не надо записывать как цели и объявлять их всему миру. Ставить им сроки, пусть это будет в самое лучшее время, в самом наилучшем месте, потому что вы будете испытывать стресс, если, например, будете ставить дедлайны, и ваш мозг не знает, когда точно, идеальный момент, чтобы ваше желание исполнилось. Если оно не исполняется, почему-то вы так хотите как творцы, и вам в данный момент, либо вот тот дедлайн, который он нарисовал, не нужно это желание. Поэтому не нужно жить в этом стрессе, ставить себе сроки. По поводу объявлять всему миру. Мы все люди разные, и разные люди живут в разных энергиях. И взять большинство людей, если вы проговорили желание свое на публику, поделились им, оно может не реализоваться. Вы сольете свою энергию на исполнение этого желания, и вы не раз слышали такую вещь, как желание любит тишину. лучше о них не говорить. Но есть люди с энергией противоположной этому, которым наоборот нужно сказать, и пока он не скажет об этом желание, оно не исполнится. Вот я, например, отношусь к тем людям, к меньшинству, которым нужно говорить о своих желаниях, чтобы они исполнились. Я как маг реализую желание через проявление и наблюдение с другими людьми. То есть я говорю о том, что я хочу, или то, что это у меня уже есть, хотя я только его начинаю щупать, это желание, ищу, пока оно не материализовано. Но я об этом объявляю, оно тут же реализуется, мне нужны для этого зрители. И здесь вот этот момент каждый должен для себя определить. Вспомните, когда вы говорите о своих желаниях, исполняются они или нет, либо когда вы молчите, можно вам говорить их или нет. Многие люди замечали за собой, сказали и не исполнилось, вот вам не нужно говорить, обязательно обратите на это внимание. Я точно знаю, что если я скажу, у меня будут реализовываться. И здесь не говорить о желании всему миру каждый человек должен для себя определить, надо ему говорить или нет. Следующее, не конкретизируйте ваше желание, а лучше конкретизируйте ощущения. Действительно, когда вы будете чётко определять здесь два момента, например, вы хотите машину красную и BMW, вы себя ограничите от красной Ferrari, допустим, которой вы достойны, которая уже вашу жизнь спешила, а вы такие, нет, Ferrari это же слишком круто, слишком дорого, слишком пафосно, недостижимо, а вот BMW я могу достичь, заработать, там мне подарят, там мой мужчина на BMW согласен, на Ferrari не-не-не. То есть, если вы вот так конкретно конкретизируете, возможно, вы не получите ни то, ни то. А если вы будете понимать, какие хотите ощущения от машины чувствовать, неважно, какая это будет машина, вы хотите испытывать себя счастливым человеком, если вы понимаете, какие ощущения, то машина будет ровно та, которая вам нужна. но уму не обязательно понимать, какая именно вам нужна. Придёт ровно то, что будет давать вам эти ощущения, и вы будете бесконечно счастливы. Не пытайтесь угадать заранее марку машины, которую вы хотите, потому что вы ограничите своё желание в машине очень сильно. Дальше. Нужна энергия. Надо работать и генерировать энергию обязательно. По поводу работы, да, это совершать какие-то действия, визуализировать, сидеть на диване, ничего не делать, никогда не исполнит вам ваши желания. Вы хоть замечтаетесь, хоть тысячу миллионов шаблонов исцелите, проработайте убеждениях ваших, уберите всё, что там вам мешает в мыслях, и если вы не сдвинетесь с дивана, у вас ничего не получится. Надо работать, надо действовать. И вот работа с мышлением не для того, чтобы ваши желания исполнились. Мы работаем для того, чтобы вы могли действовать. Ваши действия заблокированы вашими убеждениями. То есть мы работаем с шаблонами мышления только для того, чтобы разблокировать действия. Понимаете, когда вы понимаете, что у вас всё получится, что вы готовы действовать, что вы готовы принять своё желание, у вас появляются силы, вы сразу начинаете что-то делать. У вас включается творческий поток, у вас включается интерес, вы хотите бежать, что-то делать, рисовать, в интернете что-то читать, идти там ИП открывать, помещение осмотреть, навыки какие-то получать, искать партнёров. Вы начинаете действовать и запускать эту движуху. потому что вы поработали с мышлением, которое тормозило вам ваши действия. Вы всё боялись, что все партнёры лживые, вы не могли с ними работать, поэтому вы не могли их найти. Но как только вы понимаете, люди ресурсы, и что, если вас обманывают, это вы где-то себя там обманываете. партнёров, но есть же куча людей, которые партнёрятся, и всё же у них хорошо. То есть, когда вы разбираетесь со своими шаблонами мышления, у вас включается интерес к вашим действиям, и вы начинаете что-то делать. Но если вы просто разобрались со своим мышлением, и ничего не делаете, вы ничего не ждите. Сказки не бывает. Это не сказка работать с шаблонами мышления. Это не сказка, это реальные классные вещи, которые надо сделать сначала, чтобы действовать. Нашим действиям мешает только то, что мы считаем, что всё. Мы не можем ничего делать, потому что у нас нет сил, знаний или ещё что-то. Ну как только мы понимаем, ага, нет знаний, значит мы пойдём их сейчас получим. А нет сил, ну сейчас найдём. А нет людей, сейчас найдём. То есть, как только вы все свои мысли переворачиваете на то, что всё возможно, и это просто способ действий ваших. Я ничего не знаю, это повод пойти узнать. Всё, действия вы начали совершать. Вы пошли в интернет, открыли, скачали книжки, начали читать. Это уже действия. Либо у меня не получится людей найти. Значит, надо себе доказать обратное. Так, с чего я так решил? Дать объявление и посмотреть. То есть, это уже действия. То есть, все ваши убеждения, которые вас тормозят, на самом деле, являются точкой роста, стартом, и ключом как раз, что делать-то. То есть, если вы считаете, что у вас недостаточно знаний, то всё, действия ваши получить знания. Идёте, получаете. Если вы считаете, что вы не можете найти партнёра, всё ваши действия начать искать партнёра. переберите хоть тысячу человек, то эти действия как раз и приведут вас к вашему желанию бизнес открыть какой-то, денег заработать им или ещё что-то. Но то, что деньги на голову упадут, а вы сидели на диване, ну, это бред-бредский. Да, они упадут вам, возможно, но это будет разовое, без действий. Вы не сможете себя так обеспечить на всю жизнь, ничего не делая. деньги — это перемены и постоянные действия. Бизнес — это то же самое. И люди, и отношения — это всё время что-то нужно делать для этого. И как-то действовать с каким-то новым направлением, в новизну постоянно. Так, и что-то у меня ещё было. А, ещё когда вы говорите, у меня нет сил, я к этому хотела вернуться, и где нужна энергия, где её брать. Энергия, во-первых, она у нас в интересе, в действиях, но все эфиры сейчас буду этим, наверное, заканчивать. Мы её всё время сливаем, эту энергию, в еду. Вот. Если вы будете есть тяжёлую пищу, то никаких сил и энергии у вас не будет на действие. Даже если вы прочитаете 1500 мантр и поработаете с мышлением, уберёте все шаблоны мышления мира, если вы загружаете в себя еду, тяжёлую, тяжелоусвояемую, там, мясную, со страхом. Еда – это всего лишь источник информации, мы получаем информацию. если вы будете получать информацию со страхом животных, допустим, либо наедаться от пуза всё подряд, вы просто будете время тратить на релакс, пока у вас переварится эта пища. Еда очень сильно связана с нашими деньгами, еда очень сильно связана с нашими действиями и с нашей энергией. И как только вы начнёте переходить на пищу, которая более здоровая, которая легко усвояемая, то вы просто удивитесь, насколько у вас много энергии и желаний. Мы едим с вами, чтобы погасить желания, потому что не знаем, как действовать. мы когда поели, у нас просто нет желаний, мы не просто не хотим действовать, у нас даже желаний нет, мы ничего не хотим, и нам от этого хорошо, что нет этого зуда, что надо бежать, идти куда-то что-то делать, у нас вообще желаний даже думать нет, когда мы с вами обожрались и всё. Еда, сигареты, алкоголь и всё такое крадёт наше желание. То есть, если вы хотите в этой жизни чего-то там достичь, то вам нужно пересмотреть, чем вы кормите своё тело, которое помогает вам достичь эти желания, чем вы пичкаете себя, насколько вы здоровы, и вот так, вот на этой ноте я хотела бы закончить. То есть, хотите действительно чего-то добиться, чтобы у вас было много энергии, постарайтесь следить за своим телом, делайте какую-то полезную зарядку ежедневно, люди пренебрегают 15-минутной зарядкой, допустим, суставной какой-то, лимфодренажной, суставной, ходят, хотя, ладно, не буду, не тема эфира. В общем, берегите своё здоровье, смотрите, что вы едите, потому что химическая еда, она химичная, которая максимально просто вообще невозможно даже вот представить, что вы едите, она блокирует нам даже мозг, и мы не думать не хотим, ни желаний нет, соответственно, энергии нет, действий нет, действий нет, энергии ничего не реализуют нам. И всё. Хотите желания? Другой образ жизни, другое мышление. Пробуйте, пробуйте. Так, что-то у меня ещё. Увидимся скоро. Надеюсь, что эти инструменты оказались полезными. Этот чек-лист поднял ваше настроение, помог разобраться с собой и зажёг в тебе твою истинную вселенную. Ой, как красиво написано. Обязательно пишите о своих результатах и свои вопросы под видео. Дальше. Если ты захочешь развивать себя дальше, подписывайся. Также у меня в Телеграм-канале ссылка в профиле. Там у меня есть бесплатный курс. Я убрала сейчас все курсы, есть только бесплатные. Я взяла все курсы и засунула их бесплатно. Проходи, не хочу. Вот. Ну, в принципе, всё. Мне кажется, я два часа читала книжку из 13 пунктов. Капец. Надеюсь, вам что-то понравилось. Сейчас я почитаю комментарии и закроюсь. Так. Люди не выдерживают. Очень долго, много сегодня было. Так. Осознал один момент. Когда приходят ко мне деньги, мне нужно от них избавиться. Купить что-то себе, детям кому-то помочь. Получается, то, что я хочу, от них избавиться. Так деньги – это перемена. они нам даются для того, чтобы как один из инструментов исполнить наше желание. Это нормально. Зачем от них не избавляться? Они для этого и нужны. Это просто понятный уму способ обмена. То есть, ты хотела платье, тебе пришли деньги, ты пошла, купила платье. Ты хотела слить энергию в еду, ты пошла, получила деньги, купила еды. То есть, как бы нормально. А деньги и нужны для перемен. Одно состояние поменять на другое. Это как бы нормально. Так. Вот шаблон копить. Ну, что, копили всю жизнь родители наши. Накопили. Сейчас в нищете живут. Даже страшно подумать. Вкладывать деньги нужно в наше развитие. То есть, наше развитие никогда не оставит нас у разбитого корыта. Вкладывать в... Ну, во что-то. Или копить. Посмотрите, что с нашим миром творится. Инфляция сожрет быстрее все, чем вы там накопите даже на что-то небольшое. Деньги надо в развитие. Да, вы у себя единственные, кто не поменяется. Ну, в плане не поменяется. Кто у себя останется, да, и сможет дальше генерировать энергию. То есть, в себя надо вкладывать. Так. Хочется чувство окреленности, которое ощущает от влюбленности. Думаю, поэтому хочется отношений. Так. Ну, окреленность напиши там дома список там из 100 пунктов, как ты можешь быть окреленной. Так. Сейчас комментарии еще посмотрю. Так, спасибо большое. Да, вам тоже спасибо. Эфир, да, попробую. Сохраню, конечно, потому что мне с этого эфира надо переписать книжку, дополнить ее примерами. Вот я могу год собираться, я вот год хотела переписать этот чек-лист в нормальную книгу. Год не могла это сделать. Тут идея пришла выйти, почитать ее для самой себя. Хотя бы один человек меня смотрит, все, у меня есть мотивация ее рассказывать. Просто на видео мне не получается. Вот я ее сейчас рассказала, я ее сейчас переработаю, то есть уже легко посмотреть свое видео, быстренько перепечатать, добавить еще примерчиков, привести в божеский вид, и можно готовую книжку дать вам читать. Так что я очень рада, что я это сделала сегодня, наконец-то. Можно год ждать, пока я эту книжку напишу. Я уже ей ждала целый год, а не могла, еще 10 лет прошло. Вот, хорошая идея, мне нравится взять, читать книжки свои, комментировать. Может быть, скоро буду не свои читать, может быть, что-нибудь подсунете мне, да, я буду расшифровывать. Кстати, неплохая идея. Мои книжки сейчас закончатся, давайте будем в эфире читать что-нибудь не мое. Кстати, как вариант попробовать можно, но только маленькое. Так, ну все, я прощаюсь с вами, да, спасибо, что вы были со мной, очень рада, целую, обнимаю. Я зарядилась прям энергией, пока читала, класс. 13 предложений, читала 2 часа, офигеть. Ладно, пока.